В эфире «Наше время» в студии Анна Нищенко. Здравствуйте! И далее о главных событиях субботы. Иран может передать сотни баллистических ракет Кремлю. Они рассчитаны, как сообщают западные СМИ, для использования на фронте и для атак объектов в глубоком тылу. Лукашенко заявил об атаке дронов, которые якобы летели из Украины. Диктатор приказал усилить оборону на границе с Украиной. Разносят российские блиндажи, ведут охоту за пехотой противника и дистанционно минируют серую зону. Как работают солдаты 13-й бригады Насгвардии Украины «Хартия»? Смотрите специальный репортаж. В Киеве под аплодисменты встретили чемпионы Олимпийских игр 2024 по боксу Александра Хижняка. Спортсмен и сотрудник Госпогранслужбы Украины выиграл золото. Я также благодарен нашим военным, которые защищают мир в нашей стране. Спасатели завершили разбор завалов торгового центра в Константиновке, куда накануне ударили россияне. Погибли 14 человек, ранены 44. Специалистам удалось распознать тела троих женщин и двух девочек 9 и 11 лет. Осталось идентифицировать троих человек, сообщили в офисе генпрокурора. На месте проведения работ сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разобрали 76 тонн строительных конструкций. Предварительно известно, для обстрела российские оккупанты использовали ракету Х-38. Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка. Так глава европейской дипломатии Жузеп Боррель отреагировал на обстрел Константиновки российской армии 9 августа. Об этом он написал на странице в соцсети ИКС. «Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России. Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру». Жузеп Боррель – верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. В соцсети ИКС. 72 боевых столкновения произошло с начала суток на фронте. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Россияне атаковали Сумскую область новым типом бомб. Как сказал глава областной военной администрации Владимир Артюх, они имеют двигатель и летят в два раза дальше. И точнее, военные идентифицировали такой боеприпас, как гибрид между бомбой и ракетой. За счет того, что устройства, комплекты придаются обычным авиационным бомбам, эффективность и значительно увеличивается. В первую очередь по точности, а прием это и в западных средствах. Если добавляется двигатель, значит и увеличивается дальность. Это серьезная проблема, и ее надо решать в первую очередь. Ее можно решать по уничтожению бомб на земле, то есть бить по складам. Это одно направление. Средства нужны для этого. Второе – бить по аэродромам, где находятся носители и те же бомбы. Это второе направление. И третье – уничтожать в воздухе носители с этими бомбами. А для этого нужны зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности. Тем временем на фронте, в частности на Лиманском направлении, армия захватчиков пыталась атаковать позиции украинских войск вблизи Невского и Макеевки. Но боестолкновения завершились без успеха для противника. На Северском направлении армия РФ пыталась найти слабину в обороне украинской армии. Вблизи Белогоровки и Выемки российские оккупанты провели несколько атак, но получили жесткий отпор. Торецк. Захватчики продолжают подвергать авиабомбардировкам. На Покровском же Плацдарме идет треть всех боев. Он остается одним из самых напряженных участков фронта. Противник пытается потеснить украинских защитников в районах Гродовки, Желанного и Александрополя. Постепенно некоторые части оттягиваются с фронта. Прежде всего это с северо Харьковской области. Но есть и те части и подразделения вооруженной СССР, которые оттягиваются из других участков фронта. В частности с южного участка, с Донецкого участка. Это отдельные батальоны, полки, сводные подразделения, которые перебрасываются в том числе и в Курскую область. Ювелирную работу операторов ударных дронов полка «Цунами» бригады «Людь» показали в национальной полиции. Российские оккупанты пытались спрятаться от украинских беспилотников. Однако на кадрах видно, как после прицельных ударов россияне, не успевшие спрятаться, получили ранения, отмечают полицейские. Тем временем украинская разведка потопила еще одно российское судно в Крыму. В ночь на 9 августа морской дрон «Магура» охотился на скоростной катер типа «Тунец». Еще три судна россиян повреждены. Их тип уточняется. Российские оккупанты используют эти скоростные транспортно-десантные катера для патрулирования акватории Черного моря и логистики. Также украинские военные нанесли удар по газовой вышке в акватории Черного моря, где размещались российские военные и техническое оборудование для разведки. Об этом рассказал спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, захватчики использовали эту локацию для того, чтобы подавать ложные сигналы GPS. По данным Плетенчука, противник забросил на вышку оборудование и до 40 человек личного состава. Сооружение уничтожили бойцы береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС Украины. Российский Черноморский флот закупорился на своей базе в Новороссийске. По всей видимости, уже ему топлива не хватает, поскольку очень целенаправленно наносились удары непосредственно по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам Юга Российской Федерации. Все эти объекты, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, безусловные аэродромы, безусловно склады с боеприпасами, безусловно, что это законные военные цели, которые должны уничтожаться. Российские военные в связи с активностью ВСУ на фронте усиливают защиту Керченского моста. В частности, подтянули поближе дополнительные системы ПВО, а также выставляют в два ряда баржи и забивают сваи, боясь атак украинских морских дронов. Об этом информирует партизанское движение «АТЭШ». Кроме того, участники подпольного сопротивления на временно оккупированных Россией территориях обнаружили базу ПВО на мысе Фиолент, которая обеспечивает воздушную оборону Севастополя. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении движения. Тем временем Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1160 российских военных. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ в потере армии захватчиков составили более 589 тысяч. Также украинские военные уничтожили 7 российских танков, 9 боевых бронемашин, 60 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 2 системы ПВО. Кроме того, Силы обороны Украины сбили 47 БПЛА и 1 крылатую ракету. А также поразили свыше 100 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом. Украина умеет возвращать справедливость. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский. Также он поблагодарил военных, которые противостоят агрессору по всей линии фронта. Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Благодарю каждое наше подразделение сил обороны, которое это обеспечивает. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно – давление на агрессора. Также я хочу поблагодарить партнеров – всех тех, кто сделал неделю результативной в санкциях против России и лиц, связанных с ней. Еженедельно это должно ощущаться, что санкции действительно работают, и каждый, кто пытается их как-то обойти, получает ответ мира. Лукашенко заявил об атаке дронов, которые якобы летели из Украины. По словам белорусского диктатора, 9 августа вечером военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Зафиксировали около десятка беспилотников. Лукашенко сообщил, уничтожено несколько воздушных целей над территорией Беларуси. Остальные якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль и были перехвачены уже российскими системами ПВО. Лукашенко приказал усилить области на границе с Украиной. Об этом сообщает белорусское издание Белта. Самопровозглашенный президент Беларуси якобы дал приказ увеличить группировку войск в Гомельской и Мозырской областях. Они граничат с северными регионами Украины. Туда приказано направить военные части сил специальных операций Беларуси, сухопутных и ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер». В Украинском центре противодействия дезинформации раскрыли мотивы Лукашенко. Приказ стягивать тяжелое вооружение и войска к границе с Украиной – это попытка отвлечь внимание украинского командования. Об этом заявил глава центра Андрей Коваленко. Стягивание оружия со стороны беларусов в приграничье – это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций. Андрей Коваленко, глава украинского центра противодействия дезинформации. В Телеграм. Беларусский режим – соучастник войны России против Украины. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Режим Лукашенко оказывает Москве политическую, военную и материально-техническую поддержку. Минск способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины. А белорусские спецслужбы организовали провокации на границах ЕС. Власти Беларуси продолжают масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа, подчеркнул Боррель. Подробнее в нашем материале. За 30 лет у власти Лукашенко отправил в тюрьмы тысячи граждан Беларуси. Своих политических конкурентов диктатор попросту устранял, а все попытки протестов подавлял. В 2020 году, после псевдовыборов, которые должны были в очередной раз подтвердить несменяемость Лукашенко, десятки тысяч граждан страны вышли на мирные протесты против фальсификации режима. Режим Лукашенко ответил масштабной кампании насилия и запугивания против собственного народа. В настоящее время под стражей находятся около 1400 политических заключенных. Лукашенко начал тотальные репрессии против белорусского гражданского общества, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей национальных меньшинств и в конечном итоге против всех простых граждан, выражающих свои взгляды как внутри страны, так и за ее пределами. Жозеп Боррель. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Из заявления на сайте Евросоюза. Минимум шесть политзаключенных погибли в тюрьмах, со многими нет связи. Некоторым требуется срочная медицинская помощь. По данным правозащитной организации «Вясна», известно о 254 политзаключенных, состояние здоровья которых особенно тяжелое. Среди них 16 человек с инвалидностью. Теперь время сосредоточить все усилия на политзаключенных в Беларуси. Многие из них содержатся в нечеловеческих условиях, без доступа к необходимой медицинской помощи и без связи с внешним миром. Светлана Тихановская – лидер объединенной белорусской оппозиции в соцсети ИКС. Режим Лукашенко превратил Беларусь в соучастника незаконной агрессивной войны Российской Федерации против Украины. С территории страны в Украину заходила российская армия. Из Беларуси она обстреливала мирные украинские города. Помимо политической, военной и материально-технической поддержки Москвы, режим Лукашенко способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины, говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза. В октябре 2022 года Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне, но с оговоркой, что белорусская армия, мол, никого не убивает и не посылает в Украину своих военных. Если мы говорим о боем, так сказать, состоянии белорусской армии, это действительно до 50 тысяч человек. Белорусская армия, а мы имеем оперативную информацию, и среди военнослужащих офицеров принципиально не хочет воевать с Украиной. Если Россия будет принуждать белорусских военных к участию в войне против Украины, может возникнуть конфликт внутри самой Беларуси, считают эксперты. Это и боится Путин. Он уже давно зашел бы, понудил белорусов воевать против Украины. Но понимает, что там нет поддержки, поэтому это нереально. Евросоюз ввел уже несколько раундов санкций в отношении Беларуси. В конце июня Брюссель объявил о новом пакете за помощь Москве в обходе ограничений. Ограничения являются ответом на участие режима Александра Лукашенко в противозаконной военной агрессии России против Украины, отмечается в заявлении на сайте Совета Евросоюза. В санкционном списке Евросоюза уже 261 физическое и 37 юридических лиц. Украин может передать сотни баллистических ракет России. Об этом информируют западные СМИ. Речь идет о ракетах типа «Земля-Земля» двух модификаций. Один тип ракет дальностью поражения в 86 километров предназначен для использования против целей на фронте и в ближнем тылу. Второй тип ракет дальностью полетов в 120 километров для атак объектов противника в глубоком тылу. Удары осуществляются со специальных транспортно-пусковых установок по восемь на одной платформе. Как отмечают военные аналитики, иранцы традиционно маскируют их под обычный грузовик. Ройтерс, за ссылкой на свои источники в европейской разведке, сообщает, Москва и Тегеран договорились о поставках этих двух видов ракет еще в декабре прошлого года. А сейчас в Иране российские военные обучаются технике использования этих боеприпасов. В ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному аэродрому Липецк, заявили в генеральном штабе ВСУ. Были поражены склады с управляемыми авиабомбами и ряд других объектов. Подобных примеров эффективных атак в последней неделе немало. Украине нужно наносить дальнобойные удары по российским оккупантам, подчеркнул президент Владимир Зеленский. Тему продолжим далее. В Липецкой области объявили эвакуацию после атаки на военный аэродром, на котором базируются российские самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. В результате атаки начался пожар. Местные жители в соцсетях сообщили о детонации снарядов в районе аэродрома Липецк. Взрываются прям часто-часто. Мелкие-мелкие? Да. Типа, которые пулемётные? Главное, телефон вернет из страха. Если бы бахнет снова. Пошли, 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 пошли. Удары по военному аэродрому подтвердила губернатор Липецкой области. В соцсетях он сообщил, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации. Власти объявили об эвакуации жителей четырёх населённых пунктов. Эвакуировали людей и в Воронежской области после атаки на склад боеприпасов в ночь на 7 июля. Там снаряды детонировали почти сутки. Полевой склад с боеприпасами уничтожен и в Белгородской области. Это наше рабочее место. Это дырка большая. Всё уничтожено. В генеральном штабе ВСУ сообщили, силы обороны Украины нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам России и на временно оккупированной российской армией территории Донецкой области. Боевая работа осуществлялась под трём радаром противника. Двум от комплексов С-350 и одному от С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение радиотехнической системы ЗРК С-350. Зафиксировано прекращение работы всех трёх радаров. Украине нужно наносить удары. Действительно, дальнобойные удары. По российскому оккупанту. Там, где оккупант есть. Там, откуда Россия наносит удары по Украине. Откуда запускает ракеты, шахеды, бомбы. Нам нужно это решение, чтобы мы могли действовать всем оружием, которое может быть эффективным. Союзники Киева заявляют, удары по военным объектам на территории Федерации – законное право Украины. Мы считаем, что Украина ведёт законную оборонительную войну против незаконной агрессии. И в рамках этого законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по врагу в любом месте, где она сочтёт это необходимым, как на своей территории, так и на территории противника. Украина увеличит финансирование ракетной программы по наращиванию выпуска ракет украинского производства, заявил президент Украины по результатам заседания ставки верховного главнокомандующего. Двумя неделями ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина развивает собственный ракетный потенциал и готовит шаги под дальнобойным дронам, чтобы выйти на большее количество и высокое качество. В оборонном производстве работают и средства госбюджета, и иностранные инвестиции, отметил глава государства. В Хорватии рассмотрят вопрос предоставления дополнительной помощи для энергосистемы Украины. Об этом сообщили украинские СМИ по итогу переговоров представителей Министерства энергетики Украины с послом Хорватии Аницей Джамич. Она подтвердила готовность Хорватии оказывать дальнейшую поддержку Киеву, в частности для подготовки к осенне-зимнему периоду. Также стороны обсудили возможность участия Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, который помимо восстановления разрушенных объектов занимается поддержкой семей энергетиков, пострадавших вследствие российской агрессии. ВВС Германии и Швеции поднимали в небо истребители, чтобы сопроводить российский разведывательный самолет Ил-20М, который влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем. При этом экипаж не выходил на связь с авиадиспетчерами. Судно находилось в воздушном пространстве у острова Рюген, без плана полета, а также контакта с гражданской службой управления воздушными движениями. Буквально на прошлой неделе ВВС Германии и Швеции также поднимали в воздух авиацию из-за активности российских истребителей у границ Латвии. Польша подписала соглашение на 855 миллионов долларов о закупке у США сотен ракет воздух-воздух, сообщило Национальное агентство по вооружениям в соцсети ИКС. Эти боеприпасы для истребителей польских ВВС будут поставлены в период с 2029 по 1933 год. Также на этой неделе министр обороны Польши объявила о предстоящем подписании соглашения о закупке 48 ракетных установок «Патриот» американского производства. Страна проводит ускоренную модернизацию вооруженных сил после вторжения России в Украину. В этом году Варшава направит на нужды обороны более 4% от ВВП. Это в два раза больше целевого показателя НАТО. В Бразилии объявили трехдневный траур в связи с авиакатастрофой, в которой погиб 61 человек. Пассажирский самолет, выполнявший внутренний рейс, потерпел крушение накануне вечером на юго-востоке страны. Он упал в безлюдной местности, после чего появился большой столб черного дыма. Все находившиеся на борту погибли. Это 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Нельзя работать такси и торговать. Власти Красноярского края ввели ограничения для иностранных граждан. Глава региона Михаил Котюков не исключил вероятность, что запреты в трудоустройстве для иностранцев коснутся и других сфер деятельности. В трети российских регионов уже действуют дискорминационные меры по отношению к мигрантам, пишет издание агентства. Почему их ущемляют в России, разбирались наши корреспонденты. В 28 регионах федерации мигрантам запретили работать в такси, в 18 торговать. В некоторых областях России иностранцев не принимают на работу в гостиничный бизнес и даже в библиотеке. Дискриминация мигрантов в Российской Федерации явление привычное. Однако после теракта в Подмосковье ситуация ухудшилась, рассказывают иностранные граждане. Большинство водителей такси не знают, что теперь делать. Есть те, кто уже уехал. Многие уехали с мыслями, что все равно теперь не дадут нормально работать. Я же продолжаю работать. Полагаюсь на судьбу. Что будет, то будет. Пока же меня никто не останавливал и не проверял. Карим, мигрант из Кыргызстана. В интервью изданию «Настоящее время». Министр труда Таджикистана Гульнора Хасанзода сообщила, Кремль депортировал 17 тысяч ее соотечественников за последние полгода. В прошлом месяце таджикские чиновники заявили, что около 3400 таджикских трудовых мигрантов были возвращены в Таджикистан из российских аэропортов за предыдущие шесть месяцев. После того, как Россия арестовала нескольких граждан Таджикистана, подозреваемых в причастности к теракту под Москвой в конце марта, в результате которого погибли более 140 человек, таджикские трудовые мигранты столкнулись с усиленными ограничениями внутри России и во время поездок в Россию. Из публикации издания «Крым. Реалии». 8 августа на российском официальном интернет-портале правовой информации появился текст закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции. Документ ужесточает требования к иностранным гражданам и вводит новый миграционный режим высылки. Легализовать иностранцев в России стремятся не из-за любви к порядку. В федерации больше 30 тысяч мигрантов. 10 тысяч из них уже отправили на войну России против Украины, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Российская армия ежедневно несет потери на фронте, а мигранты – ресурс для пополнения. Особенность российских реалий такова, что мигранты являются наиболее уязвимой категорией в России на протяжении многих лет. То есть это такая очень удобная для властей категория лица, на которую всегда можно сприхнуть все проблемы, которые есть в Российской Федерации. К сожалению, расизм, ксенопопию и шевелизм в отношении мигрантов проявляют в том числе представители коренных народов. И мы слышим эти фразы. Почему со мной обращаются, как будто я какой-то узбек. В конце июля 2024 года Госдума приняла закон, который обязывает каждого мигранта, получившего российский паспорт, встать на воинский учет. А там новых российских граждан уже ждут с повестками. Российские чиновники не раз заявляли, натурализированных граждан нужно отправлять на войну Россию против Украины в первую очередь. Все иностранцы в Российской Федерации в зоне риска, говорят правозащитники. Никто не захочет их защищать, и никому они не нужны, и это расходный материал. Легче всего мобилизировать именно таких, за которых не будет жен мобилизованных, у которых не будет правозащитников, у которых не будет посольства, у которых не будет никого. Их просто заберут и убьют. 31 июля 2024 года Госдума Российской Федерации одобрила законопроект о лишении гражданства натурализированных граждан, если они не станут на воинский учет. При этом в разведке Великобритании отмечают, Кремль не прекращает активную вербовку иностранцев для службы в рядах российской армии. Разносят российские блиндажи, ведут охоту за пехотой противника и дистанционно минируют серую зону. Все это солдаты 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Харти» делают при помощи беспилотника «Вампир». На ночном дежурстве с бойцами одного из самых горячих направлений Харьковской области побывала наша корреспондент Алена Грамова. Ночные прифронтовые дороги Харьковской области освещаются лишь фарами автомобилей украинских военных. Перемещаться здесь нужно быстро. А подъезжая к позициям, и вовсе полностью гасить свет. Чтоб не быть замеченными российскими дронами-разведчиками. Стоп! Я лима в машине. Идите, пожалуйста. Возьмите ручки и перемещайте. В полной темноте быстро выскакиваем из машины и сразу перемещаемся в укрытие. Мы на позициях операторов ударных дронов Нацгвардии Украины. Ночью работы у бойцов хватает. Сейчас занимаются дистанционным минированием, чтобы не дать шанса российской пехоте продвигаться вперед. Бойцы часто экспериментируют с новыми видами боеприпасов. Для такого минирования сегодня засыпят минами тропу, по которой может пройти пехота противника. Такая кастрюля, можно сказать. И там уложены эти сами... И сейчас прилетим, нажмем на сервопривод, оно откроется, их все скинет. И все, и мы будем летать назад. Работают бойцы с ударным дроном «Вампир». Его россияне называют «Бабой Его» и очень боятся его появления над своими позициями. Беспилотник может нести на борту боеприпасы весом более 10 килограммов. БПЛА оснащен тепловизионным модулем. Дрон сложно увидеть ночью, но его приближение отчетливо слышно. На этом участке фронта ночью проходят настоящие воздушные бои беспилотников. Стремясь сбить «Вампир», россияне охотятся за ним своими FPV-дронами. Этой ночью, говорят защитники, им повезло. О том, что российский БПЛА летел за украинским «Вампиром», узнали только из перехваченного российского видео. Прикол в том, что она нас не догнала. Она могла легко догнать. Это для нее не скорость. Наша скорость для нее – это пиль вообще. Вы передбачите, что это вообще не возможно? Нет, мы не видим. Мы видим только вперед, она может сбоку, сзади. В основном сейчас эти видео, которые мы видим, когда они гоняются за нашими дронами и за суммежниками, то они залетают сзади. Выполнив работу, борт возвращается без повреждений. Тут же бойцы готовят «Вампир» к новому вылету. Следующая цель – российская пехота. Закрепляется новый боеприпас. А за замену аккумуляторов отвечает 22-летняя военнослужащая с позывным «Гера». Говорит, служить и защищать Украину – мечта ее детства. Я работала в сфере СММ и Таргет и научилась на учителя истории. Как родина ставится до кого-то? Ну, сначала очень негативно, но потом уже как-то до этого привыкли. Что они скажут? Умирились уже. Сбросив боеприпас на российский блиндаж, нацгвардейцы завершают ночное дежурство, поскольку до рассвета нужно успеть покинуть позиции. Но спать пока никто не собирается. Вначале нужно подготовить оборудование к следующему ночному дежурству. В Киеве под аплодисменты встретили чемпиона Олимпийских игр 20-24 по боксу Александра Хижняка. 29-летний спортсмен, сотрудник Госпогранслужбы Украины, выиграл золото в среднем весе в бою против казаха Нурбека Орлбая в эту среду. На перроне его встретили жена Татьяна и маленький сын. Александр стал четвертым украинцем, завоевавшим золото Олимпийских игр в боксе. В последний раз это удалось еще в 2012 году Василию Ломаченко и Александру Усику. Хижняк свою победу посвятил всем украинцам. Для меня было очень важно представлять свою страну на Олимпиаде в Париже, потому что я знаю, насколько мои бои, моя золотая медаль мотивировали и мотивируют до сих пор большое количество украинцев. Конечно, я посвящаю победу им. И я также благодарен нашим военным, которые защищают мир в нашей стране. Олимпийские игры 20-24, которые проходят в Париже, завершатся уже завтра. Сборная Украины сейчас на 18-м месте в медальном зачете. Всего украинские спортсмены завоевали 11 медалей. По 4 серебряных и бронзовых, а также 3 золота. Переходите по ссылке. Ну а в этом выпуске я оставлю точку. Эфир Фридома продолжит Катерина Нестеренко. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова